МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У них теперь работают не только люди, а еще и роботы. Мы сейчас их вам покажем. Знакомьтесь, Эми, Акер и Джеймс, три официанта, которые трудятся в одном голландском ресторане. Я вернусь через 20 секунд. Роботов купили для ресторана Дадаван в Мастрихте, чтобы уменьшить физический контакт между персоналом и клиентами. Новые официанты-гуманоиды. У них есть руки, которые способны держать поднос. На него персонал ставит блюда и напитки. Далее надо нажать номер стола, и робот отправится к нему. Есть недостатки. Все же клиентам приходится самим брать все с подноса. Да и нет живого общения с официантом. Рестораны в Нидерландах открылись с 1 июня, но им разрешено принимать до 30 человек с минимальным расстоянием между столами полтора метра. На данный момент робосервис Дадаван ограничен доставкой еды и напитков, но владелец надеется быстро расширить список услуг. Легким движением руки обычный экран превращается в сенсорный. Разработчики из стартапа Glamus придумали девайс, который расширяет возможности управления экранами на разных устройствах. К слову, разработчики — это бывшие сотрудники корпорации Samsung. В устройстве используются датчики LiDAR, и с их помощью можно переделать мониторы в псевдосенсорные дисплеи. Датчики LiDAR реагируют на изменения в окружающем пространстве и генерируют сигналы, распознаваемые как жесты управления. А дальше команды отправляются на подключенное Glamus-устройство, ноутбук, смарт-телевизор или компьютер. Возможности Glamus позволяют решить две основные задачи. Во-первых, снизить расходы на создание дорогостоящей сенсорной поверхности на экранах различной величины. Можно построить даже гигантскую демонстрационную панель и заодно повысить надежность дисплеев, вновь вернувшись к традиционному стеклянному покрытию. Во-вторых, экраны с таким апгрейдом меньше загрязняются, значит, их можно использовать в разных экстремальных условиях, когда руки пользователя не слишком чистые. Монитором сможет пользоваться и рабочий в цеху, прораб на стройке и повар на кухне. Датчик Glamus довольно миниатюрен — это кубик со сторонами 37 мм. Угол обзора — 180 градусов. По принципу работы устройство Glamus можно сравнить с виртуальной трёхмерной компьютерной мышью. Проект Glamus выставлен на краудфандинговой площадке Indiegogo, он уже собрал более 450 тысяч долларов. Цена по предзаказу — 129 условных единиц. И ещё одна разработка для помощи медикам. Роботы смогут брать пробы для проведения анализа на коронавирус. Датские исследователи разработали полностью автоматизированное устройство, которое может брать мазок из ротовой полости. Так медицинские работники смогут избежать риска заражения. Так называемый робот-тампон — это прототип, созданный командой из Университета Южной Дании и Lifeline Robotics. Создатели надеются, что в ближайшее время его запустят в серийное производство. Пациент идентифицирует себя с помощью документа. Это фактически запускает систему, и начинается подготовка нового набора для анализа. Затем определяется область для мазка в горле пациента, робот использует тампон и затем помещает образец в контейнер. Разработчики сообщили, что устройство работает под управлением искусственного интеллекта. Он оборудован камерами и разными датчиками. Компания Lifeline Robotics надеется, что спрос на их творение будет глобальным. Игрушки для космонавтов. Пока тысячи новоиспеченных экспертов в области ракетостроения и рынка космических технологий обсуждали в соцсетях запуск ракеты Crew Dragon и то, что он даст США, некоторые пытливые умы узнавали любопытные подробности об этой ракете. За несколько дней до старта компания SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС. Интерфейс, как оказалось, был очень похож на управление в видеоиграх. Он имел мало общего со стандартными системами управления, используемыми в других космических кораблях. Затем стало известно, как выглядит реальная система управления космическим судном. Это три сенсорных экрана, привычные механические кнопки и тумблеры отсутствуют. Несколько физических кнопок видны, однако они не были задействованы за время полёта ни разу. Весь контроль осуществлялся при помощи сенсорных панелей, на которых в графическом виде были представлены все параметры полёта. Впрочем, все манёвры и управления осуществлялись в автоматическом режиме. Правда, по требованию НАСА дважды был задействован переход на ручное управление для проверки возможностей работы систем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова